Радио Теос Бог в помощь Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьёшься Ну тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают Передача «Формула семьи» на Радио Теос Всем привет, с вами «Формула семьи» на Радио Теос Сегодня у нас 20 сентября 2016 года, 14.00 по Москве, 40 секунд Сегодня у нас вторник, с вами студия Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачёва Добрый осенний день Добрый осенний день Если для вас, Татьяна, это добрый осенний день, то я уж не знаю, как выглядит злой Потому что на улице самый неприятный вид дождя Например, для меня, когда мелкая-мелкая такая исморозь тебе в лицо летит И, в принципе, зонт можно не раскрывать, но всё равно неприятно Холодный, пронизывающий ветер Вообще, недобрый Ну, осенний Так Но сентябрь, на самом деле, выдался холодным в этом году Обычно он теплее Я помню, в прошлом году Ну, конечно, может, мы дождёмся обьего лета Но в прошлом году, там, 25-26 сентября стояла жара 30 градусов Ещё люди купаться ходили Ну, не помню уж таких точностей, подробностей Ну, да, мы ещё ждём, ждём Может быть, всё-таки тепло придёт Поэтому всё-таки надеемся, что сентябрь — это хорошее время Да, ещё не зима Ещё Ещё какое-то тепло осталось Хотя не очень похоже, да Да, ещё какое-то тепло осталось Вот это на излёте, скажем, летнего тепла Ну что ж, «Формула семьи» сегодня будет говорить о детях А точнее, о воспитании Тема звучит, как «Мы спорим о воспитании» Самые горячие ссоры родителей возникают на почве воспитания детей Почему так трудно держать одну позицию? Что на самом деле скрывается за ссорами о ребёнке? Вот Татьяна Горбачёва сегодня расскажет нам, что и как Да, мы сегодня будем говорить о воспитании О ссорах, которые почему-то неожиданно начинаются в семье Потому что молодожёны уверены, что у них самая прекрасная семья Что всё будет в мире, в согласии Вот потом рождается ребёнок И думается, что вот эти прекрасные взаимоотношения между мужем и женой Они ещё больше обогатятся Будет малыш, и каждый будет его любить И его любви станет ещё больше Но почему-то вот Оказывается, что каждый любит по-разному И воспитывает тоже по-разному И с появлением вот этого маленького Глазастенького чуда Какие-то отношения иногда Приобретают такие характеры Но иногда даже боевых действий И как сделать так, чтобы малышу было хорошо Видится по-разному Со стороны мамы, со стороны папы А если мы ещё примем внимание, что есть ещё бабушки с дедушками Которых тоже есть своё мнение на воспитание То вот эта тема становится просто очень актуальной У меня вообще складывается ощущение, что конфликт даже больше не внутри семьи То есть супруга и супруги А вот как раз между поколениями бабушек и дедушек И новоиспечённых родителей Потому что бабушкам и дедушкам кажется, что они всё знают Они всё умеют Они это уже прошли А новые поколения смотрят на всё Соответственно и новыми взглядами Потому что появились новые технологии Появились новые какие-то средства И вот это, мне кажется, больше такой конфликт, чем между супругами Так или нет? Ну, бывает по-разному Кто-то конфликтует в основном с бабушками И с дедушками И у бабушек совершенно убийственный аргумент Что я тебя так воспитывала И вон, посмотри, какой прекрасный ты получился На который никто не может возразить Действительно И дедушки меньше, конечно, по этому поводу Воюют Но иногда бывают дедушки, которые очень сильно принимают участие в воспитании Например, если семья живёт с дедушкой Ну и тогда дедушки тоже могут занимать какую-то позицию по воспитанию Но я должна сказать, что между родителями Это тоже весьма такие бои местного масштаба Иногда серьёзно идут Потому что обнаруживаются Что по каким-то вопросам Серьёзным вопросам Например, здоровье ребёнка Серьёзный вопрос? Серьёзный вопрос Взгляды расходятся Один считает, что для того, чтобы ребёнок был здоровый Ему нужно есть сырокопчёную колбасу Второй считает, что для того, чтобы ребёнок был здоровый Ему не нужно есть сырокопчёную колбасу Я даже знаю, кто как считает Вот, собственно, папа за Мне кажется За сырокопчёную колбасу Да, и опять же есть убийственный аргумент Вот я-то ем её всю жизнь и я до сих пор пышащий здоровьем человек, почему бы и нет. Бывает по-разному. Вопрос здоровья, вопрос характера ребёнка, что делать с капризами. Очень серьёзный вопрос. Вопрос образования ребёнка, учить или не учить. Это те вот такие темы острые, которые вызывают действительно горячие споры и обсуждения. И мы хотели бы услышать ваши вопросы. Вот по каким поводам вы имеете разногласия, по каким поводам вы ссоритесь с супругом, ну или с бабушками, с дедушками, у кого как бывает. Вот хотелось бы узнать, какие мнения и какая аргументация стоит там за каждым. Звоните, пишите, мы будем рады взаимодействовать с вами в эфире. Да, звоните нам. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас доступны сообщения на сайте. Вот у меня всё открыто, буду зачитывать. У нас доступны вайбер и ватсап. Плюс 7 977 850 09 96. И как ещё можно с нами связаться? С помощью мобильного приложения. Его также можно скачать, слушать наш эфир и отправлять сообщения. Так что ждём, друзья. Отвечайте, звоните, делитесь историями. Из вашей, может быть, молодости, если вы уже бабушка, или из вашего настоящего, если вы новоиспечённые родители. Так что будем ждать. Или, может быть, ещё ребёнок у вас в пути, да, и вы ссоритесь по поводу того, как же назвать его. Юлиан Цезарь, да, или Иван Петров. Действительно. Какие есть варианты? Есть убийственный аргумент у женщин в этом плане. Я рожала, мне и называть. Ну, а папа говорит, а я даю своё имя, поэтому я должен к этому имени подобрать достойное, к отчеству подобрать достойное имя. То есть здесь, в общем-то, равны где-то позиции. Я, когда думала об этой передаче, вспомнила такую замечательную совершенно детскую книжку Эдуарда Успенского, которая называется «Вера и Анфиса». Это книжка, по-моему, мультик тоже есть, про то, как семья взяла на воспитание обезьянку и массу всяких приключений, которые произошли с этой Анфиской. Так вот, в самом там начале, описывая семью, и Успенский пишет, что бабушка у них была директором школы. Она, конечно, была на пенсии, но вы понимаете, это такая вещь, которая, как правило, на пенсию не уходит. Мама с папой были школьными учителями, и на ребёнка приходилась такая доля педагогических кадров, что происходили всякие-всякие приключения с этой девочкой. И я думаю, что вот в семьях, где есть просто папа с мамой, это один уровень, да, вот ссоры и конфликтов. А где есть педагоги, то это вот вес конфликтов сразу повышается, потому что здесь образование, да, здесь аргументированная позиция сразу у каждой из сторон. Вот у нас, например, в семье, у нас два кандидата наук по педагогической психологии. Всё, ребёнок пропал, мне кажется, да. Вот поэтому у нас очень аргументированные споры, переходящие на обсуждение статей и позиций. Вот поэтому очень близкая для меня тема. Но, конечно, есть и некоторые преимущества, когда есть образователь. Ты знаешь, что любая позиция, она, в общем-то, может иметь свои изъяны, да, и можно прийти к каким-то компромиссам. Так что, в общем, тема воспитания, она в семьях педагогов приобретает такой характер профессионального диспута. Тоже очень интересно. Ну, я смотрела разные всякие варианты, как люди реагируют, смотрела форумы, очень интересные такие зарисовочки из жизни, из семьи. Вот, например, мама, которая себя называла «Тигра весенние». Не знаю уж, откуда такое замечательное. Ника на себе выбрала. «Никак не можем с мужем прийти к согласию в плане воспитания дочки. Дочке два года пять месяцев. Он считает, что я ее разбаловала. Сам же придерживается более консервативных взглядов. То есть, если девочка делает что-то не то, он ее сразу шлепает. Он наказывает, я жалею, так как я считаю, что это просто вредный возраст, который нужно пережить. Из-за этого постоянно ругаемся. Муж говорит, что я подрываю его авторитет. Мои довы называют бредом. Я же не могу принять его жестких мер воспитания. Как же нам прийти к согласию, и кто из нас более близок к правде? Вот последний вопрос. А типичная совершенно-то ситуация. Типичная, правда. Может быть, роли меняться, да? То, что, наоборот, папа говорит, не надо трогать ребенка, а мама говорит, да он не слушается, надо наказывать. Но, в принципе, ситуация типична для российских семей вполне, что кто-то за, кто-то против. Скажем, как это помягче-то назвать? Не лупцевание, а как? Наказывать с помощью физических наказаний. Да, ну, чаще всего это такой вот шлепок. Да, да, там какие-то. Чисто символические, да. Редко бывает, что прямо вот кто-то наказывает там какими-то... Раньше вымачивали ивовые прутья, ставили на горох. Вот такие жестокие меры на показания. По-моему, горох уже давно в прошлом. Ивовые прутья никто в городских квартирах не выдерживает, там, в соленой воде или в чем-то нужно было. Вот, но где-то в нашей культуре еще приняты такие физические наказания до определенного возраста, не очень большого на самом деле. Если говорить о западной традиции воспитания, то, конечно, это табуировано. То есть это никогда нельзя, ни в каком возрасте. И метод убеждения, он, конечно, является наиболее принятым таким. Ну, как бы нет тем нашей передачи, а, собственно говоря, поводы, почему люди ссорятся. Вот что в данном случае повод? Метод воспитания ребенка. То есть один говорит, что это вредный возраст, значит, можно перетерпеть, и оно все рассосется. А папа считает, что это принципиальный вопрос, который нужно решить. И воспитывать так вот по принципу наказания или награды. Сделал плохо, тебе нужно наказать. Сделал хорошо, тебе нужно наградить. И вот был такой Павлов у нас, который вот это использовал по отношению к животным. Ну, выработка такого рефлекса, который будет задавать определенную рамку дисциплины, рамку того, что человек будет знать, как можно себя вести, а как нельзя себя вести. Вот интересно, вы говорите, что типичная ситуация. Но она типичная, наверное, в том, что из родителей в любом случае кто-то более жестко, строго удерживает. А второй более мягкий. Да, я об этом и хотела сказать. Потому что часто бывает, что ладно, сегодня там маме не скажем, что ты двойку получил, или папе не скажем, что ты двойку получил. Потому что один родитель постарается объяснить мягко и доходчиво, а второй родитель вскипит, разозлится и будет ругаться. То есть это типичная, действительно, ситуация для российских семей. Обычные реалии такие. Ну вот и что делать в такой ситуации? Как объяснить супругу, что бить нельзя? Или наоборот, как объяснить супруге в данном случае, что физическое наказание в виде шлепка – это ничего травматичного, зато ребенок запомнит. Кто прав, кто виноват? Ну вот вопрос. Кто из нас более близок к правде? Да, как вы считаете? Это очень характерный вопрос, потому что, когда дело идет на принцип, каждый борется за свою правду. И это очень характерно для конфликтных ситуаций. То есть моя правда против твоей правды. Какая из правд ближе к настоящей правде? Мне кажется, что в каждой семье нет такой абсолютной правды, которая бы всем подошла. Есть, например, дети, которые требуют более строгого воспитания. Есть дети, которым оно просто не нужно. Им достаточно что-то сказать. И это будет срабатывать как воспитательный момент. Сердцу не прикажешь. Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teus.ru Через сайт, через мобильное приложение. Также можете звонить в прямой эфир 8 800 333 17 06. Сегодня мы с Татьяной Горбачевой говорим о воспитании детей. Спорим о методах. Да, вот наказывать, да, или более мягко объяснять ребёнку. Нету вот такой правды, я уже говорю, которая вот одна истинная, и кто-то её видит, а кто-то находится просто в ослеплении и не видит этой правды. Когда мы говорим о воспитании, это очень сильно зависит от того, какие есть традиции в семье, и вместе с тем очень сильно зависит от ребёнка. Но почему вот каждый из родителей реагирует каким-то образом? Откуда мама черпает свои объяснения по поводу того, что у ребёнка вредный возраст? Откуда папа черпает свои реакции? У них есть какое-то представление о том, как это должно быть, вот это правильное воспитание. Каждый же хочет правильно воспитывать своего ребёнка, тем более они так долго это делают, ещё 2 месяца только, 5... 2 года, это 5 месяцев. 2,5, да, они только начинают практиковаться в этом. Но, как правило, вот эти вот представления о воспитании человек выносит просто из своего детства, из того, как его воспитывали. Здесь есть несколько вариантов. Первое, он просто воспроизводит то, как это было у них в семье. Да, у нас так воспитывали, вот какие мы замечательные получились, это тоже вот прекрасно, да. Я была отличник, и никогда мама со мной уроки не делала, никогда не было такого, что кто-то из родителей вмешивался в мою жизнь. И вот, смотрите, как получилось. Опыт совершенно подтверждает, что это было правильным. С другой стороны, иногда бывает, что родитель не очень-то рад тому, как его воспитывали. И он говорит, что со мной у меня в семье так не будет. То есть он занимает диаметрально противоположную позицию. Чаще всего это встречается в тех семьях, где были очень жесткие меры воспитания. Вот ребенок подрос, вырвался из этого плена, и теперь он на свободе, и он думает, что я со своими детьми не буду таким жестким. Ну и, как правило, тогда у него есть тенденция прорвалиться во второй крайность, это не заниматься воспитанием, да. То есть позволять ему много, не так сильно контролировать, быть таким снисходительным, если дети делают что-то не то. То есть из одной крайности чаще человек уходит в другую крайность. А в золотую середину никто не попадает? Конечно, попадает. Но все родители попадают в золотую середину, большая часть родителей, когда становятся бабушками, дедушками. Вот, вот, вот. Но для этого нужно пройти через воспитание нескольких детей, чтобы вот эту золотую середину обнаружить. Вот в чем самый главный вопрос. И вот здесь крайне необходим разговор, причем разговор не в тот момент, когда происходит наказание. Потому что в разговор, когда вот папа там шлепает ребенка, мама вмешивается и говорит, что ты ее шлепаешь, просто она маленькая, она сегодня устала, там, я не знаю, дождик на улице, у нее плохое самочувствие, а ты ее шлепаешь. И дальше они начинают высказывать свои взгляды на воспитание. Как правило, неконструктивно. То есть эти вещи нужно отдельно где-то разговаривать, да, выяснять отношения и пытаться свои взгляды как-то согласовать. Потому что если этого не будет, то ребенки, они такие замечательные психологи, они это быстро поймут и будут пользоваться вот этой разностью во мнениях очень хорошо для своей пользы. Когда ребенку что-то нужно, даже уже в более осознанном возрасте, он пойдет спрашивать у того родителя, который ему точно разрешит. Да, а если он подойдет, и тот, который обычно разрешает, не разрешит, то он пойдет и скажет, вот мне тот не разрешил, а может быть ты мне разрешишь, да, и я тогда тебя, типа, буду больше любить. То есть игра на этом, конечно, будет продолжаться. Поэтому, конечно, здесь нужен серьезный какой-то разговор и позицию, что у кого-то из нас одного есть правда, однозначно нужно менять, потому что иначе, как бы, когда люди бьются за правду, не может быть никаких компромиссов, потому что правда — это абсолютно истина, не терпящая никаких предательств в отношении к ней. Ну вот мы подошли как раз к той теме, что родители начинают ссориться неконструктивно. И вот в связи с этим у меня вопрос такой родился. А всегда ли конфликт по поводу ребенка действительно об этом? Или ребенок — это лишь повод, чтобы начать высказываться, поднимать все остальные обиды, мотивы, конфликты, ссоры и так далее? Ну вот, конечно, безусловно, не всегда причина в том, что делает ребенок, и какие-то есть разные взгляды. Как правило, если взрослые срываются на ребенке, ну, это вот может быть показателем то, что в их супружеских отношениях не все благополучно. А ребенок-то на самом деле ни в чем не виноват. Да, ну вот представьте себе маму, которая достаточно авторитарно правит, и муж не имеет возможности высказать такого своего мнения, не имеет такого веса, какого он бы хотел. Ну, с достаточно типичной реакцией будет это начать придираться к ребенку, потому что к маме он не может придираться, да? Ребенок более слабый, вот. И тем самым, когда он придирается к ребенку, он злит свою жену, и, соответственно, ну, какой-то радость от мести приходит. Но это неправильно, конечно, да? У меня ужас, потому что как так может существовать семья? Ну, степени этого могут быть не очень сильные, да? Допустим, там какая-то критика в адрес ребенка или какое-то слово. Мама заводится, и вот повод для драки уже есть. Повод для того, чтобы высказать свое мнение. Так что вот бывает такое. Надо посмотреть, о чем на самом деле ссоритесь. Что является корнем того конфликта, который перед вами? Что является самым центром? Очень часто, когда люди ссорятся, получается так, что они говорят одно и то же против друг друга. То есть, вообще-то, у них одинаковые позиции. Но ссора лежит не в области содержательного конфликта, а она в области позиционирования. Муж хочет здесь иметь главную роль, а жена хочет в этом вопросе тоже иметь главную роль. Муж, потому что он глава семьи, он должен иметь последнее слово. А жена, потому что она родила этого ребенка, она имеет право иметь последнее слово. Вот и все. И каждый считает, что он должен быть главным и должен принимать конкретное решение. И поэтому спор несодержательный. Это позиционная борьба. И как родителям дальше поступать? Вот они осознали, сейчас, например, наши слушатели, которые слушают эту передачу, поняли, что вот в их семье как раз такой конфликт и такая проблема, что не в ребенке дело, а в них самих, в родителях. Как им дальше поступать? Что им делать? Мне кажется, самым хорошим средством от этого, выходом, по крайней мере, из тупика, потому что конфликт, кто прав, он тупиковый. Никто не прав, как бы, и правы оба. И то, и то будет правильным утверждением. Изменить точку зрения. Давай поговорим о том, как будет хорошо ребенку. Как будет хорошо ребенку? Что нужно сделать тебе, чтобы ребенку было хорошо, и что нужно сделать мне, чтобы ребенку было хорошо. И когда вот другая перспектива задается, то вот эти вопросы, остро стоящие, я против тебя, ты против меня, они как бы, ну, они могут быть отложены в сторону и рассмотрены ситуацией под другим углом. Ну, или найти какой-то другой вопрос, если, например, нечисто ребенок стоит, да. Вот я могу привести пример. У нас достаточно долго было такое противоречие по поводу образования ребенка. Не, собственно, ребенок был там в центре, а школа. Какая должна быть школа? Вот. И муж у меня стоял на одних позициях, я стояла на других позициях. Собственно говоря, в центре конфликта было учебное заведение, а вовсе не ребенок как таковой, да, какие-то характеристики были что-то. Вот. И, ну, в конце концов, ну, мы пришли к тому, что давай расписывать плюсы и минусы. Ну, потому что никак не могли, мы же все аргументированы, спорим же, да. Я забываю, да, два педагога, два образования, два кандидата. Война от меня, да. Вот. И муж предложил, здесь я должна отдать должное, я говорю, давай распиши все плюсы, которые ты видишь вот в этом варианте. А я распишу все плюсы, которые я вижу вот в этом варианте. И устроим с тобой вот совмещение таблиц, будем просто смотреть и считать количество плюсов. Ну, потом мы минусы тоже написали, количество минусов. Вот. И когда мы потом посчитали количество плюсов и минусов, ну, мы пришли чисто к алгебраическому выражению. Математика спасет мир. Да. И семьи. Ну, в данном случае это помогло нам снять эмоциональную нагрузку вот этих вот размышлений, потому что здесь было объективно видно, что вот один конкретный вариант, он был намного выигрышнее, чем все остальные. И дальше уже, собственно говоря, спорить было не о чем. То есть в любом случае, какая бы ни была ситуация, надо разобраться, о чем спорим, даже если это спор, о чем кто из нас главный в семье, да, ну, тогда этот спор нужно решать, этот конфликт нужно и прорабатывать. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Мы сегодня говорим на «Формуле семьи» о методах воспитания детей. У нас в студии Левера Чапенко и Татьяна Горбачева. И говорим о том, почему родители ссорятся по поводу воспитания детей и действительно ли они ссорятся о детях. Вот разобрали уже несколько примеров. Ну что, у нас пока нет звоночков и сообщений. Напомню нашим слушателям. Контакты 8 800 333 17 06. Пишите нам, звоните, рассказывайте ваши истории, как в ваших семьях проходят эти конфликты. Может быть, они конструктивные. Тогда поделитесь советом, как вы этого добились, потому что не все могут контролировать свои эмоции, когда речь идет о самом важном, о детях. У нас есть сообщение, которое вы можете оставлять на сайте, и мобильное приложение Viber WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Татьяна, у меня есть данные небольшого опроса, который мы проводили. Вот как раз, пока у нас тишина от слушателей, узнаем, что слушатели думали в социальных сетях. Был задан такой вопрос. Есть ли у вас с супругом с супругой разногласия по воспитанию детей? И ответы. Да, мы часто спорим на эту тему. Иногда. Нет, все идет как-то само собой. Ответы разделились так. 30,8% ответили, что да, мы часто спорим на эту тему. То есть треть. 53,8% иногда. И 15,4% нет, все идет как-то само собой. То есть больше половины, ну, грубо говоря, половина, да, 54%, иногда спорят. Треть часто спорит, и там совсем чуть-чуть еще осталось, которые никогда не спорят. Как вы думаете, соответствуют реальности? Я думаю, что да, потому что, знаете, вот такого рода вопросы, они возникают либо в самом начале, пока еще роли не распределены, потому что, когда ситуации неизвестны, то это, конечно, поле для очень множества конфликтов. Непонятно, кто принимает решения, кто за что отвечает, скажем так, да, вот рождается ребенок, кто за что отвечает. Но первое время это проходит, и как-то все устаканивается, распределяется, кто чего делает, да, там, папа едет в молочную кухню, папа там покупает памперсы, мама там стирает, ну или как-то наоборот, и уже тогда всем понятна сфера ответственности каждого человека. И потом, как правило, самыми острыми становятся периоды какие-то кризисные, когда что-то меняется. Вот в какую школу ребенку идти, да, вот я приводила наш пример. Опять же, это ситуация неопределенности, которую нужно решать, да. Ребенок влюбился. Ну это уже совсем подростковый возраст. Я просто говорю, какие-то вот такие кризисные, что-то меняется. Папа говорит категорически против, до 25 никаких свиданий, да. Мама говорит, ну что ты, посмотри, какой хороший мальчик. Вспомни нас. Да, вспомни нас, когда мы с тобой в 18 лет поженились, о чем ты говоришь, да. Ну, и это вот такие моменты, они действительно бывают, ну не очень часто, да, они бывают эпизодически. По мере взросления ребенка родители встречаются. А с другой стороны, вот эти 30 процентов, ну достаточно много, значит, те вопросы, которые возникли у них, они как-то разово не были разрешены, и дальше продолжаются такие хронические споры. Вы спорите на ту же самую тему, скорее всего. Просто не было достигнут какого-то консенсуса, не пришли к какому-то одному мнению, с которым согласились, ладно, все, тогда мы поступаем так. Получается, и с этой стороны подошли к проблеме, и с этой, и с пятой, и десятой, и до сих пор ее не решили. Ну, как правило, проблема просто висит, и она не обсуждается, и каждый раз, когда какая-то ситуация возникает, опять она опс вылезает, и, ну, как бы, она как цикл какой-то, как спираль, на которую все время они натыкаются. Поэтому вот, да, здесь нужно принимать во внимание, конечно, много факторов. Первое, как вас воспитывали в семье. Поэтому так важно, когда вы жените, сходить в ту семью и посмотреть, как там вообще у них общаются, как там, кто у них там главный, да, в какую роль дисциплины играет. Есть семьи очень такие, вот, знаете, у них все чисто, у них ни одной соринки, очень важно, все педантично, строго приходят минуту в минуту. А есть семьи, которые вообще не парятся по этому поводу, у них каждый делает что-то свое. и на самом деле нельзя сказать, что вот дисциплинированные они правильные, а эти неправильные, просто уклад разный. Есть плюсы там и в таком воспитании, и в таком воспитании. И мне кажется, важно еще понимать, что не обязательно в вашей вот новой семье будет так, как в семье ее родителей или его родителей. Вы сами творите свою жизнь в этом плане. Как вы решите, так и у вас и будет. Потому что, на самом деле, многие сталкиваются с тем, что это что же, это она будет готовить так, как готовила ее мама, вот точно так же, или это что же, он будет таким же там лентяем, как его папа, и вот это впечатление сразу проецируется на будущую семью. Это же неправильно. Ну неправильно, да, но подозрения в любом случае возникают, да, ну и гораздо легче воспроизводить, чем менять. Поэтому здесь усилия сознательные, они, конечно, приводят к тому, что каждая семья своя, ну как бы, своя атмосфера, свои методы решения конфликтов, и здесь, наверное, каждая семья уникальна, прям бояться точного воспроизводства, наверное, не стоит, да, но какие-то тенденции можно заметить и принять внимание, ага, там, у них эти вопросы решает мама, да, интересно, да, значит, чем муж будет хотеть, чтобы я все эти вопросы решала, а я, например, не хочу. Ну это предмет для того, чтобы можно было обсудить политику семейную уже молодой семьи. Татьяна, а вот вы заговорили о кризисах, у меня сразу второй вопрос родился, а что бывает с родителями, когда второй ребенок рождается? Вот первый такой этап, там, два с половиной, три года прошел, когда вроде бы решились все эти вопросы, рождается второй ребенок, и что происходит? То есть родители по накатанной едут, или они экспериментируют, там, новые методы какие-то открывают? В чем-то, безусловно, уже ситуация, например, распределение ролей, оно уже произошло, то есть второй ребенок, ну не вызывает таких драматических переживаний, уже приблизительно понятно, кто что делает, то есть и вот этого момента нету, но вот как-то так получается, что вторые, третьи, четвертые, десятые дети, они не одинаковые с предыдущими, то есть возникают совершенно другие вопросы, возникает совершенно другого плана дисциплинарные вещи, то есть все равно, собственно, воспитание каждого ребенка, оно уникально, те методы, которые работали там с первым ребенком, совершенно не срабатывают со вторым, и то, что сработало со вторым, совершенно не срабатывает с третьим, я дальше не могу говорить, у меня только с трое, ну это уже, я вам хочу сказать, ну это на самом деле приводит к разочарованию, потому что кажется, что ты уже это преодолел, да, неа, там, например, первый ребенок, вот там, допустим, здоров, а у второго начинают какие-то болячки быть, ты вступаешь опять в новый мир, который ты не знаешь, прекрасный мир поликлиник, врачей, аппетек и так далее, ну я не с юмором, конечно, говорю, но это вот одна часть, да, это момент, допустим, когда у каждого свои какие-то способы решения, да, и вот, ну, консенсус, нашли какой-то и облегчили, а как быть, когда разные характеры, один человек спокойный, а второй, например, очень импульсивный, вот это про нас с мужем, потому что я очень импульсивная, и он меня всегда, всегда мне об этом говорит, что, ну я слишком эмоционально подхожу к вопросу, каким-то к вопросам и к решению проблем, то есть можно же поспокойнее быть, а я вот не могу так, вот я живу так, и мне не получается контролировать эмоции, вот смотрите, вот ситуация, которая вот в воспитании преломляется разница вот этих двух темпераментов, опять же, Ник здесь, Алфа, пишет, мама одна, как объяснить папе, что нельзя орать на ребенка по любому поводу, как ему объяснить, что малыш в возрасте года трех месяцев имеет право делать глупости и будет их делать, потому что он только-только учится жить, как объяснить папе, что если ребенку больно, его нужно взять на руки и пожалеть, а не кричать ему, почему ты под ноги не смотришь, когда идешь, как объяснить, что если малыш бросается в тебя игрушкой, нужно всего лишь поиграть с ним, а не шеврять со злобной рожей эту игрушку на другой конец комнаты, ну как бы вот, страшно, честно, страшно, это свойство темперамента, такая вот импульсивная, такая яркая реакция, но не всегда положительная, да, я не знаю, у меня аж дыхание сперло, потому что, ну хорошо, темперамент, но ты же должен понимать, что перед тобой ребенок, которому годик, то есть ты хочешь забрать у ребенка детство или что? Да, Эльвир, здесь не в этом дело, разница в том, что человек так реагирует, когда человек так реагирует, это не то, что он делает это взвешенно, обдумывая каждый шаг, это инстинктивно, в него попали, там, иногда игрушки бывают тяжелыми, да, в него попали, не знаю, игрушечным молотком в лоб, и он просто кинул его обратно, он даже не подумал, это хорошо или плохо, потому что это, ну вот, приводит к вспышке гнева, там, и так далее, вот, такая реакция, это непродуманные действия, вот здесь мама воспринимает, что это реально папа зло причиняет по отношению к этому ребенку, ну да, это так, но это зло, это результат его, вот, такого свойственного ему темперамента, что если ребенок делает что-то не то, то папа реагирует вот так импульсивно, так ярко, и так, в общем, ну, я бы сказала, с каким-то ущербом, для развития, потому что, конечно, ребенок пугается, вот таких папинных реакций, и здесь сложнее, потому что здесь не чисто какая-то теория воспитания, которую нужно проговаривать и находить компромисс, это свойство характера, да, одни тихие будут молчать, ничего не будут говорить, а вторые кричат по любому поводу, и в этом плане на воспитание это начинает все проявляться. Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернуться в душе. Вы же знаете, как это бывает, ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. С вами передача «Формула семьи». Сейчас уже 14.36, большая часть эфира прошла. В студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева мы сегодня говорим о детях. Ну, контакты я вам озвучивала уже несколько раз. Напомню просто, что у нас ведется прямая видеотрансляция эфира. Вы можете ее посмотреть на сайте Телефон или на канале на Ютубе. И также у «Формулы семьи» есть почта. Так что, если у вас есть какой-то вопрос или проблема, которую вы не хотите озвучивать в прямом эфире, или вам нужна консультация психолога, ну и также нам приходят письма, когда человек просто хочет выговориться, чтобы человек-психолог его посмотрел, послушал, просто вот кому-то, с кем-то поговорить. Вы можете писать на эту почту, все письма прочитываются, отправляются нашим психологам, их пять, я напомню. Со всеми вы знакомы уже по эфирам. Почта, значит, family, нижнее подчеркивание, formula, собакамail.ru. Этот адрес указан на наших страничках в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Заходите, подписывайтесь и пишите. Будем ждать ваших писем, если вам нужна консультация. Ну и сейчас вот продолжим про спыльчивость характера. Я все равно не понимаю, как можно себя не самоконтролировать по отношению к детям. То есть это, знаете, это какой-то, как-то правильно сказать, не фильтр, а вот рубеж какой-то, за который переходить нельзя у тебя в сознании. Вот в отношении взрослого человека это, в принципе, поступать неправильно, кидаться обратно молотком. Ну, ты хотя бы понимаешь, что это взрослый человек, а здесь ребенок. Тут уровень другой. Неужели не срабатывает в голове у этого папы? Ну, вот вы знаете, не все умеют снисходить. Вот снисхождение – это такая вещь, которая предполагает, что ты сильный, и ты не будешь отвечать на равных человеку, который тебя слабее. И не всегда вот эта вещь, она запускается. Но если она не запускается у мужчин, то, ну вот, жалко и маму тоже в какой-то мере, да, потому что она же тоже, как это, тоже слабая, да, тоже требует какого-то вот отношения, бережной заботы. Но вот разница в характерах – это тоже очень серьезный момент, который требует очень большой работы между супругами. Потому что у ребенка создается впечатление, что вот один хороший, другой плохой. А второй плохой. Вот. Или один главный, а другого можно ни во что не ставить. Да, ребенок же, он же все понимает, у него быстренько все это, иерархия выстраивается. И этого нужно избегать, чтобы хоть один родитель терял свое уважение, терял авторитет в глазах ребенка. Поэтому вот эти вещи, на самом деле, требуют, ну, я не знаю, как вот в данном случае, насколько это было преодолимо, но это сложный момент, потому что, вообще говоря, очень сложно человеку вспыльчивому себя контролировать. У него должна быть очень серьезная аргументация для того, чтобы суметь себя сдержать, работать над собой, чтобы эмоции это не выплеснуть неконструктивно. В данном случае я вижу, что у мам, конечно, большая чувствительность и нежность по отношению к малышам, они это как-то физически даже воспринимают. А папе это сложнее делать. То есть он иногда воспринимает этого маленького человечка, ну, почти как равное человеческое существо. Вот. И отсюда такие реакции, которые, в общем, не соответствуют статусу ребенка, да, статусу маленького, которое требует какое-то создание атмосферы безопасности, защиты, заботы, ну и так далее. Это больше свойственно маме, которая, ну, вот, воспринимает ребенка как такого вот птенчика, которого нужно воспитывать. А стоит ли в таком случае отцу или всему семейству обратиться к психологу? Ну, я не могу здесь против себя это самое главное. Но в данном случае, если... Когда обращается к психологу, когда ситуация зашла в тупик, ну, как бы дальше непонятно, что делать. Но вот здесь же тоже такая ситуация. Да. Я считаю, что в тупиковых ситуациях взгляд другого человека, он может просто немножечко развернуть ситуацию в другую сторону, да. И я всяко, конечно, рекомендую найти человека, которого вы домеряете, и эти вопросы обсудить. Кстати говоря, вот возможность написать письмо сюда, да, и поговорить. Можно даже в переписке какие-то моменты, она тоже может помочь. какую-то напряженность, там, я не знаю, накал страстей снять. Ещё я хотела сказать, что кроме супругов ещё есть бабушки. Бабушки в воспитании это практически знак равенства, да. Иногда бывают бабушки такие влиятельные, что всю семью лихорадит от того, что они не могут прийти к консенсусу, как же воспитывать ребёнка. А представьте ситуацию, если бабушка живёт с семьёй. Это значит, что мама не участвует в воспитании? Можно сказать так? Ну, очень мало. Я бы так не сказала. Дело в том, что мама, когда появляется ребёнок, оно в ней всё активизируется, да, и она говорит, что я-то как раз тот, кто родила, я знаю, как правильно поступать. Ну, а бабушка говорит о том, что я вообще-то тебя родила. Да, я тебя родила, я вообще знаю, как воспитывать, да. То есть вот здесь вот такие сложные моменты. И иногда серьёзные столкновения начинают возникать, когда, например, бабушка часть воспитывает какую-то, да, часть мамы делает. Оказывается, что они по-разному делают. У ребёнка конфликт возникает внутри, правильно? Да. У ребёнка конфликт возникает. И когда родители ссорятся, то есть он не знает, что ему делать. И так как в случае, если бабушка сделает, что для него это авторитетный человек, любимый, и он хочет быть хорошим с ним, он хочет к нему подстроиться. И по отношению к супругам, к родителям, да, и по отношению к бабушке. И тут он не знает, как подстраиваться-то, потому что мама говорит, только овсянка, бабушка говорит, да вот смотри, какую хорошую колбаску купила, да, вот. И всё, каждый действует из желания, сделать лучшее, но в результате получается вот такая разорванность отношений. Но, конечно, и с бабушками тоже нужно пытаться разговаривать, только это очень сложно. Потому что, если бабушка меняет свои взгляды в воспитании, тут зашито такое, что вот, значит, я должна отказаться от того всего, что я накопила своим опытом. то есть шерстяная кофточка обязательно должна быть одета, там бабушки бывают, занимаются такой опекой, да. Но всё время нужно ходить в чепчиках. Вот. И, конечно, сложно иногда маме, а если, например, это её свекровь, и они живут, например, у свекрови, и маме отстаивать свою позицию, что она там против чепчиков, например, ну, очень сложно в этой ситуации. Но, тем не менее, в общем-то, ну, это возможно, вот, пытаться вот объяснить, вместе почитать какие-то книги, пытаться дойти до какой-то вот ситуации, согласия, наверное, вот я всё-таки этого, это слово скажу. Ну, если бабушка уж очень деструктивна, например, есть бабушки, которые, я тут читала, что можно вводить, есть статья за растление, а нужно ввести статью для бабушек за закормление ребёнка. Да-да-да. Вот. И ничего невозможно сделать. Вот в этой ситуации. Почему? Вот почему у бабушки в голове рождается мысль о том, что ребёнок постоянно некормленный? Почему? Я вот, понять, сколько я пыталась понять, но мне не получается. То шоколадку подсунет, то конфетку подсунет, а если вы уже в гости пришли, то всё, это тарелище. Тарелище, это не тарелка, супа. И порцище. Вот, и порцище просто второго. И ты понимаешь, что ребёнок ест просто потому, что уже не лезет, а надо. Вот бабушка над ним, а надо. И сколько мемов и картинок в интернете, что зашёл к бабушке нормальный, а выходит такой шарик перекатывающийся. Которого не достаёт, конечно, да-да. Откуда это в бабушках? Ну, мне кажется, знаете, здесь ещё какой момент срабатывает. Если мама живёт каждый день, она каждый день имеет возможность ребёнка кормить, ну, в семье, в обычной, то к бабушке ребёнок на кормление появлю... Ну, в случае, если они отдельно живут, то к бабушке он на кормление приходит гораздо реже. На кормление, не в гости, а на кормление он приходит. И когда бабушка всю свою любовь... Вот это единственный способ, как она может любовь свою выразить. А любви у неё очень много. И он выражается в количестве калорий, которые, возможно, было бы передать. И это такая, наверное, вещь, которая универсальна, мне кажется. У всех бабушек срабатывает это. Хотя бы что-нибудь ещё. Давай ещё чуть-чуть, давай ещё чуть-чуть. Ребёнок уже не говорить не может, булькает. Но, в общем, нужно что-то дать. Как же сложно бабушкам, у которых внуки спортсмены будущие. Они же на диете постоянно. Или там балерины, танцовщики, танцовщицы. Очень сложно. Есть-то ничего нельзя, а как выражать любовь? Ну, вот, я не знаю, здесь, наверное, сложно самим внукам. Потому что внукам же приходится отобиваться от бабушкиных предложений. Это да. Вот у нас был вопрос с диетой. Например, у ребёнка была аллергия, нельзя было кушать. Вот. А бабушки просто не регистрировали этот факт в своём сознании. То есть вот. У нас сообщение пришло, наверное, на тему бабушек, потому что не очень уточнено. Но Ирина нам пишет, с блокады. Это вот, наверное, мой вопрос, откуда у бабушек такое. В принципе, да, да, я, наверное, соглашусь, потому что пока что всё вот это передаётся, что были пустые холодильники, причём не только во времена Великой Отечественной войны, но и дальше. И вот, да, наверное, есть вот это ещё. Да, то, что еда, это главное, что нужно для человека. Наверное, ценности действительно оттуда растут. Ну вот, и если уже совсем, совсем невозможно договориться со старшим поколением в отношении воспитания, очень разные моменты, то имеет смысл вот родителям посмотреть, что бабушка делает хорошо. Редко бывает бабушки, которые всё делают плохо. Ну, конечно. То есть какие-то вещи бабушка реально делает хорошо. Или она занимается с ребёнком хорошо, там, читает с ним книжки, обсуждает. Или бабушка, там, не знаю, в театр водит, или бабушка, там, гуляет хорошо. А есть бабушки такие бойки, вот именно с ними нужно в поликлинику ходить. Да. Потому что они пробьют всё. Если бабушка бойкая и может пробивать всё, поликлиники — это точно вот та сфера, куда нужно направлять энергию. Ну и постараться бабушку привлекать именно в сильных, её сферах. Ну, именно там, где она может быть максимально эффективной. А в тех вещах, которые у неё не совсем сбалансированы, ну, постараться их минимизировать. Там, допустим, кормёжку мама делает сама, да. Там, или обговаривает вопросы, а сегодня у вас котлеты на обед, пожалуйста, дайте, потому что по диете нам необходимо. Ну, как-то вот регламентирует те вещи, в которых есть какие-то несогласия. Но, опять же, много мудрости нужно. Для того, чтобы эту ситуацию разрешить. И мне кажется, ещё важно достичь согласия, потому что всё равно наступят моменты, когда нужен будет совет мамы или там совет свекрови. Ну, например, наврождённый ребёнок ночью там в три часа плачет и всё. Но не каждая мама поймёт, что там это колики или это то-сё. И ты просто звонишь маме и спрашиваешь, мама, что делать? Если сразу ополчиться на новоиспечённую бабушку, что ты всё делаешь не так, ты закармливаешь то-сё, совету-то можно и не дождаться. Но бабушка не имеет возможности закармливать младенца. Это я имею в виду на будущем. На будущем то, что есть. Да, безусловно, безусловно. Бабушки вообще-то очень ценные люди, поэтому нужно обязательно беречь отношения с ними, от них может зависеть ваша дальнейшая. Уж карьера так точно, но и благополучие. Ребёнкам бабушки очень нужны. У нас осталась минутка, давайте резюмируем тогда эфир. Я хотела очень быстро рассказать одну притчу, которая вот приведена, я даже книжку принесла. У Андрея Исачёва называется «Тигр в клеточку». Что родился тигрёнок, и родители стали спорить. Папа стал говорить, что если он такой уникальный, то у него полоски должны быть поперёк, не как у всех тигров. А мама стала говорить, он и так у нас уникальный, ему не нужно какой-то другой черты, пусть у него полоски будут вдоль. И вот они так спорили, один кричал вдоль, другой кричал поперёк, и они так и легли спать. Один вдоль кровати, другой поперёк. А маленький тигрёнок ночью взял кисточку и нарисовал себе клеточку. Вдоль для папы, а поперёк для мамы. И когда родители встали, они посмотрели, ах, сказала мама, ах, сказал папа, и они помирились. Друзья, помните, что дети хотят и любят и папу, и маму и стараются вас примирить. Поэтому все ваши ссоры пусть будут в интересах ребёнка. С вами была передача «Формула семьи». Услышимся уже в четверг. Счастливо. До свидания. Хитростями до магнетизма счастья и любви не добьёшься. Но тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают.